А мы на секундочку перенесемся в день вчерашний. Ну как во вчерашний? В субботу состоялась презентация книги «Офицерский успех». Она повествует о службе русскоязычных офицеров в силах обороны Эстонии. О книге, вышедшей как на русском, так и на эстонском языках, а также о службе в вооруженных силах. Мы сегодня поговорим с автором «Офицерского успеха» Игорем Копытиным, а также с одним из ее героев, майором Денисом Мецовасом. Они у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Игорь, первый вопрос к вам. Что побудило вас написать книгу «Офицерский успех»? Какую цель вы преследовали? Прежде всего, начать с того, что моя диссертация касается исследований по вопросу службы русских в эстонской армии довоенной республики. И в свое время была издана брошюра, которая касалась как раз таки офицеров довоенной Эстонии. И в итоге через 3-4 года, где-то после издания первой брошюры, мы дошли до того, что я смог издать книгу «Офицерский успех» уже, где объединены биографии как офицеров довоенной Эстонии, так и нынешние силы обороны, поскольку эстонская армия нынешняя нуждается в традициях. Мы должны помнить и знать, что в эстонской армии служили разные национальности. Защита нашего дома, нашей страны. Не только дело эстонцев, но и коренных жителей русских, евреев, украинцев и других национальностей, которые воевали уже в освободительной войне. Об этом и говорит новая книга. Денис, что для вас офицерский успех? Судя по всему, вы хотели даже, я просто остановился как раз на заметке о вас, на этом тексте, закончить диссертацию докторскую. Ну, естественно, потому что образование, будь оно военное, гражданское, никто не отменял, и учиться надо с каждым днем. Ну, а офицерский успех, честно говоря, я не считаю себя вот прямо так, чтобы успешным, очень успешным военным. Я думаю, что я прохожу свою карьерную лестницу просто так, как оно должно идти, и, в принципе, делаю то, что я должен делать, и достигаю постепенно тех рубежей, которые перед собой я ставлю или ставят передо мной. Моя работа, государство. То есть, в принципе, это, ну, я не считаю, так сказать, очень себя успешным. Просто, если Игорь и люди, которые занимаются издательством книги, решили выбрать меня как одного из героев, мне было приятно. И я считаю, что, ну, в принципе, да, очень много русских офицеров у нас, ну, наверное, все-таки эстонцев у нас побольше в армии, наверное, точно. И если уж меня выбрали примером, я хочу ему соответствовать. Игорь, ну, Дима отметил, что в субботу была презентована ваша книга, представлена, но, тем не менее, уже некоторые успели ее прочитать. Например, русскоязычный постимис опубликовал свою рецензию на вашу книгу, автор Алексей Иванов, и он написал, что эту книгу нужно срочно переиздать из-за слабой редактуры, погубленной идеи. И, в частности, он пишет, что книга написана на русском, но не по-русски. Вот что вы ответите на эту критику? Да, я читал критику Иванова, и, прежде всего, его вопросы нужно отрисковать, конечно же, к издателю книги. То есть я, как автор, писал русский текст, и этот текст касался, прежде всего, описания портрета простых офицеров, да, солдат, которые, солдат, скажем так, стали офицерами эстонской армии, где был также и присущен литературный жанр, очерка, который касается, прежде всего, офицеров нынешних сил обороны. Касается редактуры, текста, корректуры, в книге есть, но отмечены соответствующие люди, которые этим занимались, поэтому я эти вопросы комментировать не могу. Ну, то есть даже вот, несмотря на то, что я же специально открыл страницу, где есть примерно следующий текст, Денис, про вас, да, с 2013 года майор Денис Мецова служит в главном штабе сил обороны Эстонии в инспектуре артиллерии, где занимается развитием артиллерии, как рода войск, а также организацией работы. Ну, то есть текст сложный, текст написан жутким каким-то канцелярским языком, если дальше он продолжает развиваться в профессии военного, покоряет вершины карьерной лестницы, вместо того, чтобы он просто, что он развивается, да, в карьере военного. То есть это все-таки ошибки редактуры, а не ошибки написания. Да, то есть стилистика, редактура, ну, у нас есть, как бы, скажем так, команда, которая занималась изданием этой книги, да, то есть, ну, отмечена также в импрессуме, кто занимался этим. Поэтому мне сейчас сложно сказать, почему какие-то были допущенные ошибки, да, то есть я как автор свой текст, который написал, делал это максимально сжатые сроки, даже за счет своего свадебного путешествия в Грузии мне приходилось редактировать частично эстонский перевод, который был, к сожалению, отличался очень сильно, где переводилось там снаряд, как пуля, вот, или там совершенно какие-то чудовищные ошибки были. Но важно понять, что в Эстонии у нас ведь еще дело в том, что развитие военной терминологии и перевода военной терминологии на самом деле на самом деле слабо. Если попросить перевести текст с эстонского на русский, именно военный текст или военно-исторический, то у нас даже официальное бюро по переводу не могут с этим справиться. Поэтому этот вопрос уже даже искал бы филологам, чем к историкам или авторам литературы. Ну, я, может быть, перейду от текста непосредственно к армии. Денис, правда ли говорят, что в армии национальность практически не имеет никакого значения, потому что там свои законы и, в общем-то, влияния политики нет? Знаете, армия — это у нас средство общества. То есть, в принципе, там все, кто у нас есть, из разных слоев населения, из разных языковых групп и так далее. То есть, в принципе, если ты слабый, будешь бит, если враг, будешь обижен и так далее. Я считаю, я скажу вам на своем примере, моя языковая принадлежность никогда, по моим личным ощущениям, не являлась мне никаким препятствием. Я даже могу сказать, поскольку все-таки русских ребят, именно солдат, в армии у нас очень много, то даже то, что я владею двумя языками, мне, наоборот, помогало. И делало меня даже, возможно, успешнее, чем те же эстонские ребята, которые просто не очень хорошо говорят по-русскому, на русском по разным причинам. Если, кстати, посмотреть на героев этой книги, то очень много ребят из, что называется, провинции, ну, из моего родного Идавирума. Это случайность или есть в этом некая какая-то тенденция того, что тот же самый Антон Проткунос, который тоже здесь находится, вот все эти ребята сюда попали? — Такого специального отбора по месту жительства не было. Смотрел я, прежде всего, конечно, на тех ребят, кого я знал лично, с кем пересекался еще во время своей собственной службы в армии. И уже дальше смотрелось, хотелось таким образом представить офицеров, чтобы были бы представлены как младшие офицеры, там, от младшего лейтенанта и лейтенанта, да, капитана, и старшие офицеры. Вот у нас Денис, как раз уже старший офицер-майор. То есть, на мой взгляд, Денис сделал наиболее большую карьеру в рядах вооруженных сил и сил обороны Эстонии. Поэтому у нас амплитуда, скажем так, касается больше успеха именно по офицерской карьере, чем по происхождению ребят-офицеров эстонской армии. — Я опять к Денису, опять об армии. Скажите, почему говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется? — Знаете, в армии есть другое выражение, что в армии все насколько однообразно, настолько безобразно. В армии есть некоторые такие ограничения или, я даже сказал бы, странные традиции, которые, на первый взгляд, возможно, непонятны. Ну, почему именно шнурки должны на правой ноге справа налево идти, а налево слева направо, да, ну и так далее. — А расскажите, почему? — Вы знаете, дисциплина является основной порядкой, ровно так же, как порядок является основной дисциплиной. — То есть объяснения нет, это просто вопрос дисциплины. — Это вопрос каких-то традиций, возможно. Это вопрос, возможно, какой-то определенный именно батальон, военной части, где делается именно так. Но все это делается, опять же, не просто так. Человек через какое-то механическое действие, через такой дрилл, как мы называем это в армии, он учится. Он учится, и поскольку в армии ребята служат, как ни крути, все равно недорого. О, недорого, недолго. — Недолго, да, ну, в принципе, недорого тоже. От 8 до 11 месяцев, то за это короткое время мы должны обучить по максимуму, да. То есть, в принципе, по максимуму, что касается даже самых простых должностей, вот так, подачи, он подает снаряды, то есть все, что он делает, в принципе, должен делать в военное время, это бегать со снарядом и его подавать к пушке. Либо уже там какие-то более сложные, связисты, люди, которые занимаются компьютерами, тоже в течение 8 или 11 месяцев. — Сегодня на студии был майор Денис Мецов, с героей, собственно, книги «Офицерский успех» и автор этой книги Игорь Копытин. Спасибо, что пришли. А мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и продолжим нашу утреннюю программу. Оставайтесь с нами. Аминь.